Пойдите на сайт jimmydur.com, чтобы купить билеты. У нас есть Мит Ромни от левых Джон Кэрри. Он тоже просто сценический персонаж, вот почему. Он прямо из Голливуда, с этой нарисованной улыбкой и своим успокаивающим американским голосом, он сейчас расскажет вам, как сильно он ненавидит первую поправку и свободу слова. Но он сделает это таким спокойным, рассудительным тоном, как будто пытается помочь вам. Послушайте. И я думаю, что неприязнь к социальным сетям и беспокойство по этому поводу только растут. И это часть. Беспокойство по поводу социальных сетей только растет, Курт. Ты знаешь, ты имеешь в виду правящий класс миллиардеров, олигархов, которые беспокоятся из-за социальных сетей, потому что игра окончена. Люди теперь могут ответить вам и разоблачить вашу чушь. Ты это имеешь в виду. Ты это имеешь в виду, когда он это говорит? Это, это беспокойство. Ладно. Да. Наша проблема, особенно в демократических странах, заключается в том, что сегодня очень трудно достичь консенсуса по любому вопросу. Да, Курт, очень трудно управлять, когда ты больше не можешь контролировать, как тебя воспринимает общественность. Помнишь те времена, когда было достаточно доверять внешности? Да. Я должен был доверять ему, потому что он похож на черта? Думаю, да. Это действительно трудно. Консенсус достигается, когда ты поддерживаешь нарратив и стеблишмента. Вот что ты имеешь в виду. Вот что он имеет в виду под консенсусом. Ладно. Ты думаешь, что теперь Эл Гор жалеет, что изобрел интернет? Этого нельзя делать, понимаешь? У нас больше нет судей, которые могли бы определить, что является фактом, а что нет. Вот так вот. Погоди, дай я начну сначала. И я думаю, что неприязнь к социальным сетям и тревога из-за них только растут и растут. И это часть нашей проблемы, особенно в демократических странах, когда нужно прийти к единому мнению по какому-либо вопросу. Управлять сегодня действительно сложно. Сегодня управлять становится все сложнее, Курт, потому что люди могут читать, говорить и думать все, что хотят. Он это имеет в виду. Он это имеет в виду. Да? Тебе не кажется, что это больше похоже на то, что ты и все, кого ты знаешь, в лучшем случае некомпетентны, а в худшем жестокие преступники, убивающие людей? Может, дело в этом? Да, но ты не должен знать, что ты должен просто, ну знаешь, соблюдать закон о телекоммуникациях, вот так. И кстати, говоря об ответственности, почему все, что ты говорил последние два десятилетия, никогда не сбывалось и оказалось ложью? Да, все это зеленое дерьмо про глобальное потепление, которое они говорили. Оказалось правдой. Я помню это, потому что боялся. В 2008 году он говорил, что этим летом в Арктике не будет льда, но этого не произошло. Мэтт Дэймон сказал, что все белые медведи умирают. Точно. А потом он посоветовал мне инвестировать в криптовалюту через ЭКС. Ха-ха-ха. Этого нельзя делать, понимаешь, у нас больше нет судей, которые могли бы определить, что является фактом, а что нет. Вот так вот. И тогда вы просто попадаете в замкнутый круг. Люди сами выбирают, откуда они получают новости и информацию Курт. Как они смеют искать свои собственные источники новостей, а не просто верить тому, что им навязывают корпоративные СМИ? Как они смеют? Они сами выбирают. Они сами выбирают. Это замкнутый круг, Джимми. Они сами будут выбирать. Скоро они начнут проводить собственные исследования. Так что на самом деле сегодня гораздо сложнее достичь консенсуса, чем когда-либо в 45-м. Да, когда ты сам контролируешь консенсус, а потом об этом узнают, достичь консенсуса становится сложнее. Да, есть консенсус, что ты отстой, Джон Кэрри, и демократы тоже. Это расстраивает тебя, но на самом деле это большой консенсус. Вот почему они вынуждены подтасовывать опросы. Я занимаюсь этим уже 50 лет. И знаешь, сейчас много говорят о том, как обуздать эти организации. Он хочет обуздать нас как собаку. Обуздать свою собаку. Я понимаю, мы должны обуздать эти организации. Организации он имеет в виду людей. Он имеет в виду людей, которые не купятся на их чушь. Вот что он имеет в виду под организациями. И мы должны обуздать эти организации. Обуздай свою историю с организациями, Ларри Дэвид. Извини, Ларри Дэвид. Чтобы гарантировать, что у вас будет, ну, скажем, какая-то ответственность за факты и так далее. Но послушайте, если люди... Какая ответственность? Кто несет ответственность? Кто отвечает? Кто вообще отвечал за войну в Ираке? Кто отвечал за крах фондового рынка? Кто отвечал за Ливию? За Сирию? За 20 лет в Афганистане? За Украину? Кто отвечает за... Израиль выкручивается. Что? Израиль постоянно выкручивается. Кто несет ответственность? О какой ответственности вы говорите? Кто несет ответственность за ковид? Кто несет ответственность за вакцину? Кто несет ответственность за всю ложь, которую они говорили о ковид? о лжи о карантине, о лжи о вакцине, о лжи о лаборатории в Ухане и о вирусе, о коллективном иммунитете и о естественном иммунитете и о масках. Кто несет за это ответственность? Никакой ответственности нет. О чем вы говорите? Он говорит о том, что нужно контролировать ситуацию, чтобы олигархи могли делать все, что им вздумается. Вот о чем он. Он не говорит о реальной ответственности. Никогда не было никакой ответственности. Он хочет, чтобы вы заткнулись, чтобы никто не нес ответственности. Да, но в условиях демократии предполагается, что ответственность лежит на этом придурке. И каждый идиот в этой группе несет ответственность перед людьми, которые их избрали, и это им не нравится. Они жалуются, что нет единого мнения, потому что они подотчетны людям. Это верно. Поэтому они хотят, чтобы это закончилось. Они искренне верят, что есть шахматная доска. Да. Фигуры не знают, что они фигуры, а есть игроки, а есть создатель игры, который не обязан следовать никаким правилам. Они действительно так думают. Вот как они это представляют. В нашей системе есть ответственность. Почему? Я скажу вам, где она. У нас есть судебная система. У нас есть система гражданского судопроизводства. Алексу Джонсу сейчас присудили выплатить миллиард долларов за то, что он никого не убил. За кого вы несете ответственность за убийство в Ливии? За кого вы несете ответственность за убийство в Сирии? За кого вы несете ответственность за убийство в Украине? В Афганистане, в Ираке? За кого вы несете ответственность за убийство в Ираке? Алекс Джонс никого не убивал. Он несет ответственность за миллиард долларов. А Дик Чейни? А Колин Пауэл? а ты? Хиллари Клинтон? А Джордж Буш? У тебя нет никакой ответственности. Я так хочу добраться до него, когда он говорит такую чушь. И никто не может ему возразить. На этом форуме нет никого, кто мог бы сказать, кто несет ответственность за Ирак. Где эта ответственность? У нас есть ответственность за Алекса Джонса. Ответственность ни за кого другого. За всю ту ложь, которую я тебе рассказал о ковид. Ни за кого. Роулинг Стоун и другие журналы публикуют фотографии людей в зимней одежде, стоящих в очереди в отделении неотложной помощи с огнестрельными ранениями. В то время как люди, которые принимают и вермектин, которого никогда не было. Ничего этого не было. Где ответственность за всю эту ложь? Где ответственность за всех, кто лгал об эвермектине и гидроксихлорохине? Где ответственность? Он не хочет. Он не хочет ответственности. Он хочет, чтобы все подчинялись. И он хочет заткнуть тебе рот, если ты скажешь правду, как Джулиан Ассанж. Это то же самое, что мы сделали с Джулианом Ассанжем. Единственный человек, осужденный за провал в Ираке, Джулиан Ассанж, парень, который рассказал тебе правду об этом. Ну, обратись к единственному источнику, и этот источник болен. Болен, ты имеешь в виду CNN или Вашингтон? Шваба? Или Клауса Шваба, или Вашингтон Пост, или МСНПК, или Макингбардж Медиа. Макингбардж Медиа. О чем ты говоришь? О сыне Джорджа Сороса? Да. Джордж Сорос только что купил 200 радиостанций. Ты имеешь в виду этот источник? Источник Джорджа Сороса? Ты видишь, как Тим Уолтс складывает руки, как маленькая девочка. Знаешь, у них есть план, и они распространяют дезинформацию. Наша первая поправка — это главный барьер для возможности просто... Нет, первая поправка. Возможность просто лгать? Чтобы правительство просто лгало. Кто главный распространитель дезинформации и лжи? Это всегда правительство. На втором месте — корпоративные СМИ. И на третьем, очень далеком месте — случайные люди в социальных сетях. Так что он говорит о том, что первая поправка мешает правительству лгать. Он не говорит о том, что первая поправка мешает правде. Она мешает вашей лжи. Не уничтожайте ее. Так что нам нужно, чтобы вы хотели уничтожить ее. Когда все, когда любая проблема решается только с помощью молотка. Все — это гвоздь. Все — это дезинформация. Нужно завоевать право на управление, набрав достаточно голосов, чтобы иметь возможность проводить изменения. Очевидно, что в нашей стране есть люди, готовые проводить изменения другими способами. И это. Мы сомневаемся, что демократия может выжить без регулирования социальных сетей. Я думаю, что сейчас демократии очень трудно и... Я думаю, это мило, что он притворяется, будто мы живем в демократии. О какой демократии он говорит? О какой демократии? Вы говорите, что наших кандидатов всегда выбирает военно-промышленный комплекс и одобряет глубинное государство и Израиль. О какой демократии вы говорите? Десять лет назад Принстон доказал, что мы живем в олигархии, что наши голоса вообще ничего не значат. И когда это действительно важно, это становится большой проблемой, как, например, Брексит или победа Трампа. Боже мой, демократия победила. Мы не можем допустить, чтобы это повторилось, а именно это они и делают с Трампом с тех пор, как он был избран. Вот что такое русское дело. Вот что такое два импичмента. Вот что такое 6 января. Вот что такое 91 обвинительный приговор. Вот что такое два покушения на убийство. Мы не можем допустить, чтобы демократия победила снова. Они сидят и рассуждают о демократии. Ну и ладно. Они не доказали, что могут действовать достаточно быстро или масштабно, чтобы справиться с вызовами, с которыми мы сталкиваемся. И для меня это главное в этой гонке, в этих выборах. Если мы сможем снова контролировать ситуацию. Потому что если победит демократия, им разрешат голосовать за Дональда Трампа, это нарушит наши планы. Так что, по словам Джона Кэрри, первая поправка мешает добиться абсолютного единодушия в том, что является правдой. А нам нужно было всего лишь убедительно донести это до нас, причем от человека, похожего на ведущего кукольного шоу. Да, он похож на улыбающегося парня, только хмурится. Что еще осталось сделать? Сможем ли мы сбить температуру в США? Сможем ли мы сбить градус недовольства людей, которые выражают свое мнение на избирательных участках? Вот о чем он говорит. Я хочу. Сбить градус недовольства. Недовольства. Какого недовольства? Недовольства тем, что мы этого не делаем. Мы должны сбить градус недовольства людей, которые имеют другое мнение, чем олигархия. Вот что сказал Макс Блюменталь. Джон Кэрри ясно дал понять, что истерия вокруг дезинформации, цензура альтернативных СМИ и запрет Арти направлены на формирование консенсуса в поддержку истеблишмента. Он возмущен Конституцией, называя ее главным препятствием для информационной диктатуры. Так что Джон Кэрри из Защитника Америки в Вооруженных Силах превратился в абсолютного предателя Америки в политике. Я не знаю, как это объяснить. Если бы я был иностранным агентом и хотел бы нанять кого-то вроде него, чтобы разрушить Америку изнутри, заставив американцев думать, что это их собственная идея. Я бы сделал именно так. Я бы нанял такого человека. Забавно, что ты это сказал, потому что он такой есть. Он из череп и кости, как Джордж Буш. Помнишь? Они не могут об этом говорить. Тот парень из лицом к нации уже умер, Тим Руссер. Да. Он говорит, расскажи мне про череп и кости. Я не могу. Расскажи об этом. Именно этим они и занимаются. Так мы победим лихорадку в США? Почему бы тебе не рассказать нам? Учитывая, что ты буквально душишь нас, может быть это единственный способ достичь оргазма, Джон, но я никогда не подписывался на это дерьмо. Вот, послушай, Макс Блюментали и Р.Ф. Кеннеди-младший соглашаются с этой темой. Посмотри на это. Р.Ф. Кеннеди-младший говорит, что Джон Кэрри прав. Первая поправка сейчас является главным препятствием для них. Боже, надеюсь, он поступит с ЦРУ, как с тушей кита. Р.Ф. Кеннеди. Я тоже. Доктор Джордан Питерсон говорит, Я не знаю, как Джон Кэрри может говорить такие вещи и не сгореть от стыда. Я знаю. Он сделан из очень легковоспламеняющегося материала, если посмотреть на него. Он сделан из сухого хвороста, этот парень. А что у них есть? А что за видеозапись у них есть, где Джон Кэрри выступает? Я имею в виду... Череп и кости? Что бы они там ни делали? Да. Я имею в виду, что Джон Кэрри с самого начала был на коне. Никто из этих людей. Послушай, их выбрали потому, что они принадлежат к правильным семьям и все такое. Ничего подобного. Он не какой-то там парень, который проложил себе путь наверх и служил своей стране. Он просто какой-то придурок из одной из лучших семей, который, кстати, вероятно, состоит в родстве со всеми президентами. Они все в родстве, кстати, все люди, которые по какой-то причине руководят страной, связаны друг с другом родственными узами. Вот в чем дело. Странно? И в следующий раз, когда мы увидим Джона Кэрри, я предсказываю, что он будет швыряться своим дерьмом в Конституцию как обезьяна. Именно это я и делаю. И протестующие против изменения климата присоединятся к нам, безумно склеивая свои задницы. Хорошо, вот еще один вопрос. Согласно эмерджентной перспективе, людям нужно перестать мифологизировать глубинное государство, превращая его в некую непобедимую силу. Посмотри этот клип Джона Кэрри. Он говорит, что в основном это кучка стареющих бумеров, которые колотят кулаками по столу. Потому что их медиа Империя стоимостью в триллион долларов терпит поражение из-за твоих кошачьих мемов. Я ничего об этом не знаю. Я бы хотел, чтобы это было правдой. Но это не так. Ладно, они не являются непобедимой силой. Просто у них есть сила, способная сделать твою жизнь по-настоящему ужасной. И они будут делать это до тех пор, пока не потеряют власть. И они будут это делать. Если ты думал, что Гитлер немного отчаялся в конце. Подожди, ты видишь, что делают эти ублюдки? Я имею в виду, посмотри. Вот что. Ты видишь? Посмотри, что они сделали с людьми во время ковид. Просто взгляни на ковид. Вот что говорит Илон Маск. Он говорит, что Джон Кэрри говорит, что хочет нарушить конституцию. Это именно то, что он говорит. Я слышал, что обычные люди говорят, что свобода слова это не главное, но я не думаю, что это самое важное. Как давно мне это сказал один комик. Я не думаю, что свобода слова это самое важное. У меня чуть не случился припадок. Я верю, что значительная часть моего финансового будущего обеспечена.